МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я со всей душой и радостью всегда отношусь к такому важному, большому празднику и чту эту память навсегда. То, что случилось сегодня с этой эпидемией коронавируса, это, конечно, большая беда. Но забыть такой праздник в этот день, я считаю, невозможно. Конечно, надо проводить, чтобы народ видел, чтобы народ знал. Потому что в любые трудные времена мы всегда выходили победителями. И я думаю, что и сегодня выйдем. Это временное явление. Просто не надо кидаться в панику. Сегодня в Беларуси проводится целенаправленная работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной. В результате поисковой деятельности только в прошлом году на мемориальные плиты в Гомельской области нанесены имена более чем 4 тысяч ранее неизвестных солдат и офицеров. На праздничный митинг многие гомельчане пришли с фотографиями своих родных – фронтовиков, партизан и подпольщиков. Жительница города Анна Пугачева уверена – пока мы помним, у нас есть будущее. Это мой дед Губар Василий Артемьевич, который начал войну еще до войны. Он воевал на Холхенголе и там получил первые свои награды – орден Боевого Красного Знамени. Потом он служил, наверное, во внешней разведке, потому что не рассказывал. И закончил он войну уже тоже после войны и награжден был орденом Красной Звезды за переход перевала Хинган. На мемориальном комплексе в деревне Алла Светлогорского района никаких мероприятий в День Победы не проводилось. Он еще официально не открыт. Сегодня здесь завершаются работы по благоустройству. Однако, несмотря на это, 9 мая в Алле было многолюдно. По собственной инициативе люди приехали из разных районов и не только нашей области. В 1944 году каратели расстреляли и сожгли здесь 1758 человек. По большому счету, трагедия Аллы – это трагедия всей Беларуси. Уже 75 лет со дня Великой Победы это время уходит от нас. Уходят из жизни ветераны войны, то есть те, которые защищали нашу страну, тогда Советский Союз. А последующим поколениям необходимо помнить. И тем ребятам, молодым ребятам, которые живут сейчас, вот посмотрите, какая великолепная погода, под мирным небом, им надо знать, сколько жизней отдали наши предки за то, чтобы мы так жили. И этот мемориал, конечно же, это память. Я всегда говорю, память – это ниточка, которая связывает ушедшие поколения с поколениями живущими. Мы будем помнить ушедшие поколения, мы будем гордиться ими. С учетом того, что во время пандемии коронавируса пожилые люди являются наиболее уязвимой категорией населения, в этом году традиционные чествования по месту жительства ветеранов в ряде случаев заменили на поздравления по телефону. За почти час председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей позвонил шести ветеранам Великой Отечественной. Фронтовики, партизаны, друженики тыла. Во время войны они никогда не встречались, однако все они приближали общую победу. Геннадий Соловей обсуждает некоторые проекты по увековечиванию подвига ветеранов и спрашивает о проблемах, которые нужно решить. В заключении – поздравления с праздником, которого, в том числе и без этих людей, просто не было бы. Мы желаем вам всего самого лучшего, потому что благодаря вам мы сегодня имеем вот такое светлое небо над нашей головой и спокойно можем работать. Поэтому пожелаю вам всего самого лучшего пожелания. И, конечно, было бы лучше, если мы с вами встретились в таком более близком кругу. Но сегодня при такой ситуации я считаю, что должны друг друга беречь, поэтому у всех вам на лучшее пожелание. Акция, которая впервые прошла в этом году – «Солдаты Победы». Участники Великой Отечественной Василий Поборуев и Михаил Дубков живут в соседних домах и давно знакомы. В этот день они вновь встретились. Поздравить участников войны пришли представители Новобелецкой администрации, районного совета ветеранов, Белой Руси и городского военкомата. У его представителя особо почетная миссия – вручить бывшим солдатам медали «75 лет Победы» в Великой Отечественной войне. Для них же и музыкальный подарок – пупури на военную тему в исполнении коллектива «Гомельские городские оркестры» и проход военного подразделения. После окончания мероприятия ветераны признаются – в это время вспоминали войну. И тот самый, первый бой, когда даже не верилось, что удастся выжить. «Стреляют, тяжелые орудия, и на тебе тоже относятся. Тяжелое положение. А потом все привык, и все нормально». Еще один коллектив – Народный духовой оркестр Реческого городского дворца культуры – принял участие в чествовании столетнего ветерана Василия Дейкуна из агрогородка Кроватищи. Здесь он последний участник Великой Отечественной. Во время войны Василий Дейкун служил в танковом полку, в составе которого оборонял подступы к Сталинграду. В декабре 1942-го получил тяжелое ранение в голову. Пройдя курс лечения и получив заключение медиков, списать добровольно остался в армии. Победу встретил в Чехословакии. Однако армейская служба не завершилась. Воевал с бандитами в Закарпатье. Домой вернулся только в 1947-м. Я все время работал. Работал ящиком. Уже после того, 20-ти годов работал. А тогда пошел уже в колхозе, что-нибудь помогал. Цель акции «Беларусь помнит» – вспомнить всех, кто защищал нашу Родину. Людейщая жизнь в годы Великой Отечественной войны стала сплавом мужества, стойкости и самоотверженности. Военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф» в прошлом году был награжден специальной премией президента Республики Беларусь за духовное возрождение за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. В рамках акции «Беларусь помнит» здесь отдают дань уважения основателю воздушно-десантных войск СССР, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Василию Маргелову. Я восхищаюсь Василием Филипповичем Маргеловым. Я хочу быть как он, потому что он принимал правильные решения во время боя, знал, мог командовать войсками, его любили и уважали. Я хочу быть как он. Василий Маргелов смог сделать ВДВ элитным и авторитетным родом войска, о котором знают не только на постсоветском пространстве. Беларусь помнит, помним каждого. Название общереспубликанской акции как нельзя лучше отражает суть той работы, которая проводится в центре «Скиф». Его воспитанники действительно патриоты своей родины, готовые в любой момент встать на ее защиту. Героя Советского Союза Героя Советского Союза Mais вода, затраны в оmbud. Вomanlagen в патриоте! Героя Советского Союза Героевой Советского Союза Здоровая Советского Союза Еще одна республиканская акция, к которой присоединились предприятия Гомельской области – помощь в реконструкции военных памятников. В Рудни-Телешовской мемориал погибшим землякам открыли в 1976 году на плитах фамилии 116 человек из четырех деревень. Все работы тогда проводились за средства местного сельхозпредприятия с использованием строительных материалов того времени. Через 44 года стало понятно – памятник требует капитального ремонта. Специалисты филиала Гомельское управление магистральных газопроводов акционерного общества «Газпром Трансгаз Беларусь» не только провели масштабное благоустройство, но и обработали его современными материалами. Усилили стелы, на которых появились трещины, и заменили плиты с именами погибших. Исправили ошибки. Четыре десятилетия назад некоторые данные написали неправильно. В ПАО «Газпром» существует программа «Монументы Победы». Она реализуется, как правило, 9 мая силами филиалов «Газпром Трансгаз Беларусь». В частности, восстанавливаются памятники. Программа действует на протяжении шести лет. А в деревне Муляровка Петриковского района в эти дни появился новый памятник. Здесь открыт мемориальный знак, посвященный подвигу пограничников. Место для установки выбрали не случайно. В начале войны здесь проходили кровопролитные бои, в одном из которых пограничники разгромили элитную немецкую часть. О тех далеких событиях 9 мая не один раз вспоминали во время проведения на телеканале «Беларусь-4 Гомель» шестичасового телемарафона. День Победы – главное историческое событие для миллионов жителей нашей страны. Во многих белорусских семьях сегодня хранятся фотографии военного времени. Накануне праздника зрители присылали журналистам свои истории о родных, участниках войны. Хотя телемарафон – это не только воспоминания, но и разговор о жизни региона и той помощи, которая оказывается ветераном Великой Отечественной. Самая главная задача – это было объединить жителей региона в этот великий день. И, как мне кажется, у нас получилось, несмотря на то, что это был первый опыт работы телерадиокомпании «Гомель» в таком формате. Мы получили достаточное количество звонков, сообщений с теплыми словами в адрес ветеранов, семейными воспоминаниями и также историями об этой войне. Звонки поступали со всех уголков нашего региона. Как мне кажется, такой интерактивный мультимедийный формат еще раз подчеркнул, что все-таки мы помним и чтим память предков. И День Победы – это наш всенародный, вселюбимый и действительно всеобщий праздник. И еще об одной акции, которая прошла на Гомельщине в рамках празднования 75-й годовщины Победы. Члены БРСМ зажгли лампадки на аллее Героев в Гомеле. 630 огоньков в форме цифры 75. Как символ памяти, уважения к ветеранам войны и истории своей Родины. Олег Шентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова